Сегодняшняя тема аденомопростаты. Аденомопростаты – заболевание, которое возникает из-за доброкачественного перерождения ткани предстательной железы. Не буду перечислять избитые факты о том, что это за заболевание, какие общеизвестные подробности о нем, информации много. Информации слишком много. Что прежде всего обращает внимание? Что это заболевание является гормонозависимым. По сути, аденома во многом сходна с наличием миомы у женщины, так как и миома является гормонозависимым заболеванием. То есть, это некие аналоги миома и аденома. Если заболевание является гормонозависимым, то и многие препараты для ликвидации заболевания также назначаются с одной лишь целью – подавить влияние гормонов на рост опухоли, то есть на рост аденомы. Но почему вот не всегда этот подход оправдан? Я расскажу более подробно в этом видео. Не переключайтесь, в самом конце будут самые важные выводы. Давайте подробно поговорим о купине, корнях крапивы и тополе черном. О этих трех растениях. Рецепты приготовления я оставлю в описании к видео, чтобы не занимать время. Итак, аденома чаще всего возникает и увеличивается под действием тестостерона. Однако парадокс заключается в том, что с возрастом происходит уменьшение тестостерона, где логика тестостерона становится все меньше, а аденома растет. Поэтому назвать это заболевание абсолютно гормонозависимым никак не получается. Факт номер два – это наличие гормонорезистентности. Что такое гормонорезистентность? Это устойчивость клеток к гормонам. Почему она возникает? Ответ для меня, в принципе, понятен. К любому синтетическому препарату со временем возникает адаптация. Или, иными словами, привычка. Это, как, например, устойчивость к антибиотикам. Микроорганизмы вырабатывают защитную реакцию. Впрочем, давайте переходить к тому, как все-таки лечить аденомы простоты. Так вот, к фитопрепаратам и к метаболитам растений клетки аденомы могут не так легко приспосабливаться. Более того, можно заменять растения одно на другое. И тем самым, вот эта сменяемость поможет добиться эффекта. И этим как раз объясняется большая эффективность растительных препаратов при длительном применении. Давайте перейдем к конкретным растениям. Купена лекарственная. Благодаря наличию в растении бета-ситостерина купена останавливает развитие гормонозависимых новообразований. Таких как аденома простаты, миома матки, мастопатия, поликистоз яичников, а также оказывает заметный противосклеротический эффект. Заметьте, что какое общее сходство есть у всех этих заболеваний. Это все заболевания гормонозависимые. А в этом растении содержатся фитостерины. То есть, гормоноподобные растительные вещества. Вот они-то как раз и действуют. И оказывают свое положительное влияние. Полисахариды купены обладают доказанным противоопухливым действием. И выраженным иммуностимулирующим эффектом. При настойчивом, многокурсовом лечении полностью исчезает аденома первой и второй степени. Для достижения этой цели готовим спиртовую настойку. Внизу под видео я оставляю описание общего рецепта приготовления настойки из купены. Однако по поводу применения лучше, чтобы был врачебный контроль. Растение ядовито. Важно не передозировать и смотреть за динамикой ультразвуковых изменений, что происходит с простатой. Следующее растение – крапива двудомная. Такое простое и общеизвестное растение. С ползучими корневищами, но оно даже не уступает по силе американской ползучей пальме. Это самый распространенный БАД, который есть на рынке – пальма сиренора. Так как у обоих растений действующим веществом выступает бета-ситостерин. Конечно, пальма сиренора может также использоваться. В среднем существенных изменений стоит ожидать через 4-6 месяцев после постоянного и непрерывного использования. Извлечение из корней крапивы останавливает рост аденомы, уменьшает размер прицательной железы, облегчает мочи и спускание, уменьшает объем остаточной мочи. Корневища лучше выкапывать весной, когда под старыми сухими стеблями только начинают появляться молодые листочки. Корни тщательно промываются в холодной воде, протираются, высушиваются в теплом сухом помещении. Конечно, лучше использовать готовые препараты. Хорошо измельченные сушеные корни завариваем в термосе на ночь из расчета 2 столовые ложки сырья на поллиток кипятка. Выпивается в течение дня за 15-20 минут до еды равными порциями. На мой взгляд, проще лечиться наслойкой. Для ее приготовления необходимо свежие, хорошо промытые корневища. Их нужно пропустить через мясорубку, заполнить ими почти доверху стеклянную банку и залить 40-градусным спиртом так, чтобы он полностью покрывал сырье. Плотно закрыть крышкой, настоять в темном месте в течение месяца. Можно не процеживать, не отжимать, потому что в исходном сырье тоже много важных веществ. Принимать нужно по 1-2 чайной ложки 3 раза в день за 15-20 минут до еды. Курс лечения составляет 6-8 недель. Также хочу особо подчеркнуть про врачебные контроли и лабораторные показатели. Зачем это нужно делать? Это важно в связи с тем, что нужно подбирать важную эффективную дозу. Если угодно такое слово тетровать дозу. От общего рецепта иногда не бывает результатов не потому, что фитотерапия неэффективна. А потому, что необходимо, прежде всего, подобрать эффективную дозу, как правило увеличивая ее. Во-вторых, найти растение аналог, так как и растениям, увы, к растениям, увы, клетки аденомии способны вырабатывать устойчивость. Все эти рекомендации не всегда удается запихнуть в один рецепт, который будет идеальным для всех. Следующее растение – тополь черный. Этот вид тополя распространен в России повсеместно. Это им некогда засадили городские улицы и парки. И это он доставляет своим пухом столько неприятностей людям, страдающим полинозом. Однако, сам тополь не является аллергеном. Раздражение слизистых оболочек глаз и носа вызывает пыльца других растений, прилипающие к волокнам тополиного пуха. Поэтому аллергикам не нужно бояться препаратов из черного тополя. Более того, содержащиеся в его почках воск, хризин, сесквитерпены обладают антиаллергическим действием. Кроме того, черный тополь не токсичен и может быть использован даже во время беременности. Для приготовления препаратов используются почки, собранные в начале апреля. Почки должны быть крупными. Они липкие, с таким бальзамическим запахом. Также из почек тополя пчелы изготавливают прополис. Как раз можно сказать, что все известные положительные свойства прополиса – это пользы черного тополя, преломленные в деятельности пчел. Препараты из почек черного тополя применяются прежде всего при урологических заболеваниях – пилонефрите, циститах, простатите, аденомипростаты. При применении черного тополя в первую очередь исчезает болезненная моча и спускание вследствие противовоспалительного действия – флавоноидов и гликозида салицина. То есть это совершенно другой механизм действия в отличие от фитостеролов, то есть растительных гормоноподобных веществ. Можно сказать и так. Черный тополь лучше подходит для снятия неприятных симптомов аденомопростаты. Гликозид, популин и терпиноиды уничтожают бактерии, простейших, колонии грибов. Все эти микроорганизмы могут скапливаться вследствие застоя мочи из-за того, что сдавливается и ухудшается отток мочи. Благодаря каротиноидам и аскорбиновой кислоте происходит восстановление поврежденных тканей. Быстро уменьшается воспаление отека простатой, сопровождающая дному, постепенно исчезает недержание мочи. Рецепт я также привожу в комментариях, чтобы он был у вас всегда под рукой. А лучше всего использовать комбинацию почек черного тополя с корнями купены и корневищами крапивы. По переменам. Другое мое важное замечание по поводу метода применения. Лучше всего и эффективнее получить максимальную концентрацию действующих веществ при введении через прямую кишку. Потому что она находится рядом с простатой. Поэтому я предпочитаю и советую использовать свечи и микрокризмы. На этом все. Если видео было интересным, оставляйте несколько комментариев к видео. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе новостей фитотерапии. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.